Эфир телеканала Беларусь и Терегомель продолжают новости спорта в студии Михаил Садовский. Здравствуйте! Стартовал новый сезон чемпионата Республики Беларусь по волейболу. В этом сезоне было принято решение отказаться от спаренных игр. Теперь все команды будут играть одну игру. По итогам первых игр «Энергия» победила «Мопит». Команда Маркова ГТУ уступила западному «Бугу» 1-3. Борисов БГУ ФК проиграл «Легиону» 0-3. Строитель одолел коммунальник Могилев 3-0. Прошли поединки чемпионата Беларуси по баскетболу среди женских команд. Уверенную победу со счетом 77-57 одержали гомельские «Рыси» в домашнем матче с командой Минской области «Гризон-2». Лучшими игроками стали Юлия Гапонова 22 очка, Анна Хацкевич 17 подборов, Марина Рабковская 8 результативных передач и Татьяна Игнатченко, оформившая дабл-дабл. 12 подборов и 18 очков. С 8 по 12 октября в Гомеле пройдет один из самых главных внутренних турниров – Кубок Беларуси. Боксеры со всей республики будут оспаривать места в сборную страны. Впереди соревнования, на которых разыграют путевку на Олимпиаду в Токио. На Кубке страны будут боксировать и девушки. Бои пройдут в зале бокса Гомельского областного центра Олимпийского резерва. Открытие турнира и первые предварительные поединки пройдут 8 октября. Начало в 16.00. Гомель принял международную встречу по теннису. За победу боролись две команды. Сборные Гомеля и Брянска уже третий год подряд сходятся на кортах областного центра. В этот раз за пересходящий кубок боролись 30 спортсменов. Среди них юноши и девушки до 13 лет и юниоры и юниорки до 17 лет, а также взрослые любители. В нынешней матчевой встрече «Фортуна» была на стороне хозяев корта. Переходящий кубок завоевали гомельчане. Предыдущий турнир проходил весной в Брянске. Тогда россияне выиграли переходящий кубок соревнований. Определили лучших в открытом кубке Гомельской области по воркауту. В отжиманиях с весом 32 килограмма первое и второе место у минчан Артема Елговского и Кирилла Климонтова. Бронза у гомельчанина Алексея Лисько. У них 35, 30 и 29 отжиманий соответственно. В индивидуальном фристайле равных не было представителю Украины Владиславу Артемову. А вот серебро и бронза достались Ринату Барышникову и Сергею Снабкову из Гомеля. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.